доброго времени суток дамы господа нашли что следующие в сезоне а.ф. я хз даже чё за типы девятая веточка все по классике по стариночке и сейчас вы увидите тот бой который не стоит повторять тот я честно я не знаю я не я не в первый раз снимаю эту ячейку и 1 снимает его бота и все вроде бы к ну почему-то меня черт дернул играть до следующей фазы отравления на перехват и соответственно на нет разгона для ним рада есть разгон для россии и естественно россия у нас не блокируем и неудержимы просто-напросто перенимает все в блок так как у ним рада мало брони еще это все прилетает блокируемые спецатаками и соответственно пытался я скажу честно выкрутиться но дважды у меня тупо свайп не сработал я выдаю серию и тут же и принимаю его серию потому что я не я почему-то не брата стоит но ни в коем случае это не договорка я упал и сыграл неправильно еще раз повторюсь хз наверное была спешка по-другому объяснить я не могу потому что это был первый бой вечером после старта и соответственно я считаю что это была спешка и просто без мозгов пошел в бой поэтому немножечко мне так по губам поводили сказали охуел и соответственно на утро я уже со свежей головой со спокойной душой скажем так зашел и сейчас увидеть тот правильный бой который должен происходить в данном случае это мы пережидаем фазу испепеления и на ячейки с тем самым разгоняем не бреда играет через парир и настакивая на себя броню и соответственно благодаря первому ну старт первый спец мы легко и на изи сбривает следующая ячейка у нас 29 я здесь банально все просто нужно играть на перехват чтобы снять ее защиту и тем самым урон будете типа на цену так как у нас не брат мы естественно все это обнулями я имею ввиду удали и спокойненько наверное без напряга в виде перехвата можно просто допушивать себя до второй спецатаки и я думаю что тут очевидно что нимрат он просто-напросто сбреет ее так как нимрат кто правильно топ-1 по уничтожению мультиков извиняюсь мутантов и тут все банально просто дожидаемся второй спецатаки и я даже как-то если честно не особо и парился по поводу перехвата ну здесь все банально просто есть у нас не блок пушим второй спецатаки и очевидно она падает едем дальше следующий бой у нас получается 48 ячейка это нас халклинг и благодаря специфики ринтрид способности ринтри да у нас будет все обнуляться благодаря точнее на ли блокироваться на потому что если здесь на этой щеке обнулять он будет получать энергию если я не ошибаюсь так как разрывы у нас блокируют если это правильно назвать то соответственно нам это не страшно ладненько вернемся к бою побольше по философству здесь у нас нерешительность нужно ее опасаться ну и частности спец атаки халклинга но данном ключе все надеемся надежда на вторую спец атаку ринтри потому что наверное весь фулл урон здесь происходит от второй спец атаки скажу честно по большей части неправильно играл ринтру все мы прекрасно думаю знаем что ринтры нужно пушить агрессивно возле стенки благодаря корням через корни скажем так и играть через вторую спец атаку надеяться молиться всем богам кобама чтобы вылетел крит и соответственно вся как бы игра за ринтру эту ячейку довольно таки я часто бил предыдущих союзов в других союзах за верховного симбиота и верховный симбиот благодаря его 3 спец атаки которые реже режет атаку благодаря усилку на три удара соответственно это происходит такая баталия 3 спец атаку те кто давно давно на меня подписаны следят за войнами которые я делаю те скажем так вспомнят то что там просто я даю третью халкинг даю 3 я даю 3 халкинг даю 3 я даю 3 ну и принципе он уже падает поэтому такой забавный бой здесь немножечко по-другому и старался играть просто аккуратненько и через вторую спец атаку ну и всеми прекрасно видим что хоть он и растянулся почти что две минуты но все равно халкинг у нас падает поэтому принципе неплохая контра просто минус таймер что в нынешних реалиях как бы нужно тоже учитывать и следующем бой на за анжела анжела против шури по большей части наверное я этот бой выложил благодаря тому что это шури типа новый чпиньон сидела это у нас получается 11 ячейка и соответственно ну шури я думаю все прекрасно знают то что ее специфичные спец атаки и и скажем так прикол по поводу парирования то есть соответственно ничего вроде бы сложного нету но дискомфорт составляет я думаю многие чемпионы которые новые не полностью еще прим привыкли к ним наверно да могут составлять какой-то дискомфорт по незнанию анимации или в том ключе анжела просто вообще у кого есть анжела если у вас есть возможность хищники макс дубль это вообще эти вам советую меня анжелка высота коронки на третьем ранге мне но мне по большей части боль заставила ну ладненько вернемся к бою человек все правильный день делает сбивает защиту принципе анжела хорошие циферки выдает и соответственно едем дальше на следующий бой у нас уже с боссом поэтому я вас оставляю и в конце мы подведем итоги и соответственно жду вас в конце видосика у нас уже субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну и эту войну мы победили В принципе я внес свою лепту в виде смертей Поэтому немножечко грустно Потому что ну реально какая-то тупая такая смерть По большей части спешки Но я думаю ничего страшного Ну как бы страшно, но ничего страшного Буду дальше стараться, пытаться И едем дальше Все только-только зарождается, начинается Еще весь сезон впереди Всем спасибо за просмотр Также отдельное спасибо людям подписывающиеся на Бусти От души за вашу поддержку Буду стараться дальше